В Майинской районной больнице пополнение новенький маммограф. Цифровой аппарат стоимостью 17 миллионов рублей уже установлен в кабинете, где прежде провели капитальный ремонт. Ранее местным жительницам приходилось ездить на обследование в областной центр, а это больше 70 километров в одну сторону. Проблему решили. Теперь в больницу будут направлять пациенток из близлежащих населенных пунктов и Вишкаймы. Всего у нас половина в сельских районных учреждениях. Сейчас 9-й это в Майинской районной больнице будет. Сейчас у них пока маршрутизация временно в город направленный. Как только его смонтируют, жители Вишкаймы с лежащих Вишкаймы в том числе смогут уже здесь. Сколько в день можно исследований сделать? До 80 до 100. Также по нацпроекту здравоохранения в поликлинике Майинской больницы провели капитальный ремонт, закупили рентгенаппарат, УЗИ, флюорограф и лабораторное оборудование. Обновлений дождалась и межпоселенческая библиотека имени Полбина. После капитальных изменений она стала носить статус «модельный». Помещение отремонтировали, закупили оборудование и пополнили запасы книг. Теперь для читателей будет работать пространство с Wi-Fi и буккроссингом, зал-трансформер для мероприятий и пространство «Мама-ребёнок». Алексей Русских поздравил работников и жителей с обновлённым местом для досуга. Если вы хотите что-то прочесть, в любой момент вы можете прийти и взять то, что вы хотите, почитать. У нас такой возможности не было раньше, и всё более сложно нам это давалось. А у вас всё для этого есть. Мы и дальше будем делать всё для того, чтобы национальный проект «Культура» шагал семимильными шагами по области и по всей нашей России. В целом такие библиотеки, я считаю, должны и не по одной быть в каждом районе ЦИЭТа, но в городах наших их по 10-15 точно должны быть, и мы на это нацеливаемся. Теперь в Ульяновской области работает 14 модельных библиотек. Все они открыты по нацпроекту «Культура».